Развивающий детский лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Искатели завершает свою работу. Он стал первым и пока единственным в нашем регионе. В течение месяца ребята не только весело проводили время, но и трудились. Организовать досуг удалось за счет президентского гранта, который выиграла региональная общественная организация «Особое детство» в Ненецком округе. Живопись, аппликации, игры на музыкальных инструментах, упражнения в зале и многое другое. Впервые в округе дети с особенностями здоровья могли весело и с пользой провести каникулы. Проект «Развивающий лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я сам» получил грантовую поддержку порядка 400 тысяч рублей. Эти средства были выделены на покупку расходного инвентаря, питание детей и оплату труда пяти сотрудников. В этом году мы выиграли президентский грант, на средства которого мы организовали этот лагерь. Мы деточек кормим, мы с ними занимаемся, мы с ними ходим, гуляем и при этом очень много всяких интерактивных новшеств, которые в нашем регионе, скажем, не используют. Например, вот такие инструменты, как хамп мы применяем вот здесь у нас. Музыкальные занятия в лагере – одни из самых популярных среди детей. Вот эти два инструмента, они создают потрясающие вибрационные волны, которые воздействуют на коров головного мозга и помогают детям развивать речевые центры. Смена лагеря длится месяц. Ребята приходят утром и до обеда занимаются со специалистами – инструкторами по адаптивной физкультуре, творчеству и развитию мелкой моторики, социальным реабилитологам, логопедам, ханк-терапевтам и арт-терапевтам. В работе лагеря также участвуют общественные организации округа. Например, «Русский дом» проводит различные мастер-классы и знакомит детей с историей русской культуры. Сегодня мы разговаривали о славянских поясах. Соответственно, мы сделали небольшие, маленькие, что-то похожее на поясок. То есть я показала им принцип, как они делаются. Детки сплели небольшие образцы для себя, которые можно использовать. Ну, разные фантазии. Кто-то уже придумал, как ошейник для собаки сделать, соответственно, как на руку, как фенечки или как они там, браслетики такие. Вот, соответственно, дети. То есть они уже тоже начали мыслить. Для подростков летний трудовой лагерь – идеальный вариант заработать к началу нового учебного года. Василий Метников подрабатывает на каникулах уже третий год подряд. В этом году трудовые будни подросток совмещал с культурной программой, организованной региональной общественной организацией «Особое детство». Я работаю в трудовом лагере. И когда у нас проводятся всякие мероприятия, как вот сейчас мастер-класс проводился, мы также, как работники, обязаны в нем участвовать, поскольку это также входит в наши обязанности. То есть, как только оканчивается мероприятие, мы обычно продолжаем также работать, что делали раньше. В этом году посещать лагерь смогли 10 детей с особенностями здоровья от 5 до 12 лет, а также трудовой отряд. По словам организаторов, желающих было намного больше. Поэтому положительный опыт планируется повторить следующим летом. Только уже не в одну смену, а в три. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова